В ассоциации у нас есть отдельное направление, которое называется развитие технологии распределенных реестров, где мы на площадке ассоциаций совместно с Банком России, совместно с нашими участниками разработали платформу, платформу блокчейн-платформу, платформу мастер-чейн, на которой сейчас уже начинаем реализовывать кейсы. Первый такой пилотный кейс у нас уже произошел, это было в сентябре месяце, мы провели первую сделку по учету электронных закладных на платформе мастер-чейн, и наши участники Райфайзенбанк, Регион провели сделку, пилотную сделку провел, тестовую сделку провел Сбербанк. Сейчас мы готовим следующие два кейса, это учет банковской гарантии, не учет, а сама банковская гарантия и цифровой аккредитив, то есть продукты торгового финансирования. Тоже огромный интерес в настоящий момент это имеет у банков, что дают эти кейсы, и вообще как мы для себя понимаем, вообще зачем нужна все-таки технология распределенного реестра, какие она дает эффекты, с точки зрения уже применения ее в конкретных бизнес-кейсах, скажем так. Вот на примере учета электронных закладных два фактора, которые мы ожидаем от, соответственно, внедрения данной технологии. Ну, помимо прозрачности, помимо доступности, безопасности, это, безусловно, снижение времени, сокращение времени проведения сделки, потому что, по сути всего, все участники сделки находятся в едином безопасном пространстве и могут между собой взаимодействовать онлайн, при этом, как я уже сказала, там, имея определенную, скажем так, подтверждение безопасности проведения сделки. С другой стороны, это, безусловно, сокращение затрат. Вот два фактора, которые мы сейчас видим в основном, которые, скажем так, дает распределенный реестр. И, в частности, если говорить по сделке учета электронных закладных, то здесь, ну, пока рано финально подводить итоги, но, по крайней мере, вот по первым сделкам, которые прошли, мы получили подтверждение от участников сделки, что издержки депозитариев сократились даже более, чем мы изначально планировали. Изначально мы планировали порядка 30%. Сейчас нам участники говорят о том, что, скорее всего, эффект будет больше. В настоящий момент в ассоциации открыто пять направлений. Это направление удаленной идентификации менеджмент цифровой идентичности, очень важное направление, которое сегодня уже дает первые плоды. Это направление, как мы уже о чем сказали, развития технологий распределенных реестров. Это развитие системы быстрых платежей. Направление, которое очень актуально и очень активно обсуждалось здесь на площадке, это развитие философии, вообще концепции открытого банкинга, открытых API, открытых интерфейсов. И это направление, которое касается бигдаты, искусственного интеллекта и электронного взаимодействия с QSOR. Это искусственный интеллект, это роботизация, это продолжение развития и осознание возможности использования технологии распределенного реестра. Это тема, безусловно, развития биометрии, которая сегодня у нас используется в рамках того, что мы уже запустили на российском рынке в рамках удаленной идентификации. Если говорить, например, в развитии биометрии международном, то один из таких инновационных банков, BBVA, уже практикует развитие платежной системы, связанной с распознаванием лица, что, безусловно, очень серьезно поменяет клиентский опыт. Про систему быстрых платежей, конечно, злободневная тема. Сегодня очень много на эту тему обсуждали. Вообще, в принципе, в достаточно большом количестве стран, порядка, по-моему, 35 стран, в которых уже система быстрых платежей либо запущена, либо в ближайшее время планируется запустить. Совсем недавно запустилась система быстрых платежей в Гонконге. В начале следующего года и в середине следующего года планируется запуск в Нидерландах, Венгрии. То есть, в общем-то, действительно, такое инфраструктурное решение, наверное, оно является достаточно значимым для развития рынка платежного, платежного рынка, в общем, по всему миру. Это простые идентификаторы, безусловно. Система быстрых платежей серьезно меняет клиентский опыт, упрощает его, скажем так, делает более дешевым, более доступным. С другой стороны, развивается достаточно активно, как раз в области применения системы платежей, это технология QR-кодов. И здесь, опять же, применение этой технологии может поменять, по крайней мере, нашу принципиально, нашу такую повседневную жизнь. Например, то, как мы осуществляем покупки. Создание магазинов без кассиров, когда такой grab-and-go, да, такие супермаркеты, когда вы можете приобрести товары буквально с полки, расплатившись с помощью QR-кода, скажем так, с помощью считывания QR-кода. Это, вот, наверное, основные тренды, которые на сегодняшний момент есть в рамках развития системы быстрых платежей.